Наверное, в жизни каждого была такая ситуация. Покупаешь большой красивый арбуз, напрягая силы приносишь его домой, и вот когда уже разрезаешь заветный плод, внезапно оказывается, что арбуз невкусный. Недозрелый, переспелый или даже вовсе напечкан химией. Чтобы не ошибиться при выборе бахчевого, мы обратились к тому, кто имеет дело с арбузами уже много лет. Я всегда могу как бы советовать, выбрать, потому что у меня стаж уже почти 20 лет. Больше 18 лет я занимаюсь этим бизнесом. Я очень хорошо в них разбираюсь, это уже как хобби стало. В первую очередь, хороший арбуз должен весить минимум 10 килограмм. Это легко проверить, ведь в каждом прилавке есть весы. Впрочем, вес может быть чуть меньше, он зависит от сорта. Но в целом 10 килограмм – стандартный вес для хорошего вкусного арбуза. И во-вторых, чтобы он был хороший, нужно смотреть на свежесть арбуза. Он должен быть свежий. То есть, говорят, там арбузу должен быть хвостик сухой. То есть, когда у него хвостик сухой, это значит, он лежал уже больше недели, и он у него высох. У арбуза хвостик всегда должен быть зеленый. Он должен быть, вот как у нас, видите, лежат большие, как бы отборные. И у него должна быть желтое пятно сбоку. Обязательно арбуз должен лежать на боку, и у него должно быть желтое пятно. Чтобы удостовериться, что арбуз не переспел, необходимо постучать по нему. Звук подскажет, стоит ли покупать арбуз. Он должен быть звонкий и, как бы, звенеть. Он, если глухой уже, он стучишь по нему, он как бы, вот, глухой мячик, он будет уже переспешивший, понятно. Это же не свежий арбуз. Вот, вот. Слышите, да, звук какой? Звонкий. Вахид Саидов уверен, что эти простые правила помогут не допустить ошибки и выбрать вкусный арбуз. На саровских прилавках представлены плоды из Дагестана, реже из Ставропольского края и Астрахани. Есть и зарубежные арбузы, из Ирана и Азербайджана. Опытный Вахид уверен, чем теплее страна, тем слаще арбуз.